Здравствуйте, меня зовут Максим Заварин, я водитель городского автобуса, сопредседатель Просоюза работников городского наземного пассажирского транспорта движения, член рабочей комиссии Центрального комитета Рабочей партии России. На днях мне посчастливилось присутствовать на собрании рабочих тюменского филиала УДНК «Сталь» и хочу поделиться своим впечатлением от этого мероприятия. В первую очередь я услышал в ваших словах и увидел в ваших глазах настоящий дух коллективизма. Нам, работникам общественного транспорта, этого очень не хватает, так как мы разобщены по автобусам и даже с кондуктором мы увидимся только на конечной остановке и то недолго. Вы же работаете вместе в бригаде, в цехе, постоянно соприкасаясь, сплоченно выполняя всю цепочку производственного процесса. Если бы у вас не было этого коллективного духа, то, мне кажется, все производство бы просто остановилось. Поэтому это проявляется у вас и в остальных жизненных ситуациях. Поэтому это так остро чувствовалось и на вашем собрании. То, что вы собрались для решения вопросов касательно вашей трудовой жизни, говорит о том, что вы осознали свои интересы, осознали, что кроме вас самих никто не будет ничего делать для улучшения вашего положения. И осознали то, что сделать вы это можете только вместе, организованно и сплоченно. Также это понимание проявилось и в ваших речах, и в вопросах, которые вы задавали. Мне думается, что те, кто хотел, но по какой-либо причине не смог прийти, также это все осознают. А этим обращением я хочу помочь вам донести это до всех остальных рабочих вашего завода, да не только вашего, до всех рабочих, которые своими руками создают все те блага, которые нас окружают и которыми мы пользуемся. Вот, чтобы все рабочие осознали то, что вам стало ясным и понятным. Хочу сказать, что я верю в ваши победы, но отдаю себе отчет, что для этих побед необходимо создать определенные условия, которые, конечно, не являются сверхъестественными. И мы, члены рабочей партии России, будем вам в этом помогать. Но, конечно, делать вам необходимо все самим. Но вы это, я думаю, и так прекрасно понимаете. Для того, чтобы понимать, что нужно делать, необходимо учиться. А также понимать, что происходит вокруг. Ну, то есть, ориентироваться в ситуации. Ну, и для этого тоже необходимо учиться. Выходит, заниматься самообразованием это не просто важно, но и нужно обязательно без этого не обойтись. И чем больше человек из вас это будет делать, тем вам легче будет в вашей борьбе за улучшение условий труда. Ну, да, придется ради этого чем-то пожертвовать. Ну, можно, например, отказаться от встречи с друзьями и посидеть, поштудировать лишний раз там трудовой кодекс или закон о профсоюзах, или какую-то общественную науку поизучать. Учиться можно как самостоятельно, так и с помощью фонда рабочей академии, фонда содействия обучению рабочих. Поэтому приглашаю вас поступать в Красную университет на следующий учебный год. Обучение проходит бесплатно, дистанционно. Также можно посещать Российский комитет рабочих. Да не просто можно, а нужно посещать. Российский комитет рабочих проходит каждую весну и осень в Нижнем Новгороде. Туда приезжают рабочие, такие же, как вы, с разных уголков нашей страны. Делятся опытом, выступают и принимают по обсуждаемым вопросам постановления. Решения все принимаются там только рабочими. И, насколько мне известно, нигде в мире нет такого мероприятия, на котором все решения принимаются исключительно рабочими. Ну, в России точно такого больше нигде нет. Вот. Ну, а действовать вы можете всеми доступными, по всем доступным направлениям, и, естественно, использовать все законные для этого способы. К счастью, буржуазное законодательство для этого предоставляет нам немало возможностей. Вот. Вас много, и поэтому кто-то может заниматься созданием и развитием собственного боевого рабочего профсоюза. Кто-то может работать и в ГМПРовском профсоюзе, который есть у вас, чья первичка есть у вас на предприятии, и вы можете его из желтого сделать рабочим, то бишь вашим профсоюзом. Он же желтый лишь потому, что его верхушка играет на стороне работодателя. Поэтому можно, используя их же устав, переизбрать руководство первички, а затем можно объединить усилия обеими организациями в борьбе за ваши интересы. Также из разговоров на собрании я помню, что рабочие по вашим специальностям не так легко заменимы, как, например, по моей. Вот. И вам не скажут, как нам, что там за воротами целая толпа на ваше место. Поэтому вы должны этим пользоваться как оружием в вашей борьбе за улучшение условий труда, за повышение уровня реального содержания заработной платы, ну и за сокращение рабочего времени. Еще я призываю вас вступать в Рабочую партию России. Это ваша партия. И не просто по названию, но и даже по уставу. В нем так и записано, что решения руководящих органов считаются принятыми, если рабочие составили большинство голосов. Еще раз повторю кратко то, что озвучил. Товарищи рабочие Тюменского филиала ОГНК «Сталь», объединяйтесь и организовывайтесь для борьбы за ваши интересы. Учитесь как самостоятельно, так и с помощью Красного университета. Приезжайте на Российский комитет рабочих, вступайте в Рабочую партию России, в вашу партию. И помните, что работодатель ничего не боится так сильно, как организованных, сплоченных, лишительных работников. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok